Саша, ну быстрее! Ну что ты там копаешься, Саша? Слушай, Вика, я на стенд их разыскивают засмотрелся. Там мужик реально на твою маму похож. Здра! Вадим! Здравствуйте! Здравствуйте, что случилось? Пропал человек. Да, но нам не к спеху. Как это не к спеху? Мамочка моя пропала! Не волнуйтесь, найдём. Вот это я и волнуюсь, что вы её найдёте. Скажите, пожалуйста, а всех пропавщик находят? К сожалению, нет, но находят процентов 80. А, так шанс всё-таки есть. Конечно, конечно, причём очень большой шанс. То есть вы считаете, что 20% — это очень большой шанс? Наша! Так, скажите, пожалуйста, где вы видели вашу маму в последний раз? Так прикольно сказали. В последний раз. Что ты издеваешься надо мной? Да ничего, я не издеваюсь, Вика. Чё ты начинаешь? Может, твоя мама вспомнила про родину свою и поехала на седьмой километр за носками? Почему за носками? Она родом из Житомира. Нет! Всё! Хана! Депортировали твою маму. Выгнали её со страны вообще. Она ж ходила всем, рассказывала, что ей Саакашвили нравится. Всё! Под зад её и... Ну, Саша! Что? Ну, что ты делаешь? Скажите, а откуда вы вообще взяли, что ваша мама пропала? Ну да, действительно, Вика. Может, она просто утонула. Вообще дурак, что ли? Вы понимаете, она ночь не ночевала, трубочку не берёт. Я чувствую, что что-то случилось. Сто процентов, сто процентов. Я о другом даже думать не хочу. Бывают, конечно, случаи, когда отдыхающих в море уносят на матрасе. Да не, вы что? В Одессе ещё такого шторма не было, чтобы маму с места сдвинуло. Скажите, вы уже куда-то звонили? Конечно, звонил. Первым делом позвонил в морг. Но её там не оказалось. Но я надежды не терял. Звонил каждый час. О, сейчас, секундочку, извините. О, алё, да, морг, ага, хорошо. Ну что, чем порадуете? Сейчас, секундочку. Слушай, Вика, у твоей мамы на спине родинка величиной с кулак была? Нет. Не она это. Да, звоните, звоните, конечно, я всегда на связи. Всё, счастливо. Я хотел спросить, домой вы звонили? Ну, конечно. Что ж, я один в себе такую радость держать буду. Я тестю позвонил, обрадовал. Ну, наберите ещё раз, может, она вернулась. Нет её дома. Ну, ты даже ничего не спросил. А чё спрашивать? Музыка весёлая играет, тесть пьяный в зюзю. Понятное дело, что нет. Бывают, конечно, случаи, людей воруют и отдают в сексуальное рабство. О, я теперь наконец-то понял, как она Петровича свои лапы заполучила. Она его купила. Ну, не мог же он сам согласиться на ней жениться, правильно? А может, действительно. Ну, это ж курортный город, она встретила мужчину, завела роман. Правильно, правильно, правильно. Поднимайте все сводки. Ищите изнасилованного мужчину в особо тяжёлой форме. Саша, ну же ты издеваешься надо мной. Вы понимаете, я боюсь, что ей плохо стало. К сожалению, возможно. Температура могла не выдержать. Да, да, да. Это как в том видео, помнишь, ты мне показывала? Где одна женщина, похожая на твою маму, легла, такая на мостовой и лежала. Это была лошадь на Греческой площади. Не, ну со спины один в один, чё. В редких случаях, конечно, людей воруют на органы, но... Ой! Вика, это и есть наш случай. Чего это вдруг? Это твоя мама, это мечта чёрных транспортологов. Почему? Да своей мамы пять человек сделать можно. Погнали на привоз. Подождите, куда вы? Опишите, пожалуйста, как она выглядела. Ну, она вообще такая... Помолчи. Крупная. Крупная. Метр восемьдесят на два девяносто. Просила, чтобы из дуба был. Из какого дуба? Из морёного. Дурак. Она такая, знаете, пышечка. Такая, похожа на... На носорога похожа. Такая, знаете, вот с раздвоенным языком такая, и кожа у неё раз в год слетает. Да. Шутите? Нет, правда. Она сейчас пьёт гормональные таблетки. Во! Так что, если к вечеру её не найдём, будем уже искать мужика с бородой. Скажите, враги у вашей мамы были? Вика, я всё время с тобой был. Да не было у неё врагов. Она вообще такой светлый человечек, бесконфликтный. Ой, записывайте. Первый подозреваемый, значит. Хозяйка квартиры, у которой мы комнату снимаем. Продавец еврей, которого она обсчитала на рынке. Женщина, у которой она украла лежак на пляже. Мальчик, у которого она отобрала кукурузу. Ну, подождите, это много уже. Так это только первый день, вы слушайте дальше. Так получается, что ваша мама конфликтный человек. Ну, скорее такой неприятный. Вот, видите, чтобы объяснять вам всю её неприятность, вот пошла она фотографироваться с Утёсовым. И вот, вы знаете, мне на секунду показалось, что Леонид Осипович даже немножко как-то от неё отсел. Понимаете? Вот такая вот. Скажите, пожалуйста, приметы особые есть? Ну, там, шрамы. Не, шрамов нет. Сколько не пытался, ни одного не... А я смотрю, вы не очень её любили. Может, она специально от вас убежала. Вы что? Да в жизни бы она мне такого подарка не сделала. Скажите, привычки какие-то необычные у мамочки вашей были? Ой, вы знаете, она ходит во сне. Но в туалете и в холодильнике мы смотрели, её там нет. Ну, ходит она обычно только в эти места. Иногда их путает. Вот я вчера, открывая холодильник, думал кекс, понимаете? Саша. Что? Была у нас, конечно, история. Мужика пропавшего рыбаки с сетями выловили. Какой кошмар, что я... Ну, ну, рассказывайте, что там. Ну что, достают они его. А мужик этот живой. Есть у вас истории со счастливым концом, а? Так, пожалуйста, фотографию пропавшей предъявите. Ой, Саша, а где фотография мамы? Какая? Там, где она с обезьянкой? Да. Отдал её в бюро ритуальных услуг. Зачем? На всякий случай. Слушайте, два часа объяснял, где мама, где обезьянка. Капец. Ну тогда опишите её. С матюками можно? Нет. Тогда, Вика, давай ты. Она такая... Секундочку, секундочку. Сиплый! Сиплый, путь сюда! Начальник, как я приду? Я же в хамере. Ой, типа ты не знаешь, что она открыта. А, в натуре. Чё надо, начальник? Чё, чё? Художник штатный в отпуске, вот надо хорошим людям помочь фоторобот сострепать. А я тут при чёмно? А то есть, как деньги фальшивые рисовать, так сиплый первый. А как помочь людям? Ладно, ладно, чё там, давай. Перерисуй. Описывайте. У неё глаза голубые. Ну такие сверлящие. Ушки маленькие. Но всё слышат. Нос аккуратный. Но везде лезет. А, слушайте, дышит она ещё вот так вот. А-а-а! А-а-а! Вот так. Мужик, ты сейчас один в один мою тёщу описываешь. Вот. Ну чё? Ну вот, короче. Сиплый, это чё такое? Чё у меня только президенты нормально получается. Не, чё, похоже? Да? Ну прям один в один, реально. Один в один? Да. Ну всё, тогда надо расклеивать объявления по городу. Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Вы что? Мы всех туристов распугаем. Разберёмся. Сиплый свободен. А-а, ништяк. Свободен в камеру. Блин. А вы, пожалуйста, будьте добры. Имя, отчество, фамилия пропавшей. Марина. Марина. Францевна. Францевна. Пудель. Что вы смеётесь? Лучше скажите, что делать. Извините. Ну что, что. Как я говорил, расклеивать объявления. Да, так и напишем. Пропал Пудель. Целую. Прошли, ребят. В чём мамочка была одета? Так, у неё была тельняшка с надписью «Одесса, мама», без козырка и сумка с надписью «Я люблю Одессу». А, а в сумке была бутылка чачи. Найдёте? Не волнуйтесь, найдём мы вашу тёщу. Да при чём тут тёща? Я про чачу спрашиваю. Найдёте? Алё. Что? Глаза выпученные? Да. Пена у рта? Да, да, да. Троих уже покусала? Всё, Викусь, нашли твою маму. Ну так пристрелите её к чёртовой матери. Правильно, правильно. Да какое общество защиты животных? Вы хотите, чтобы собака нам туристов распугала? Не пудель? Дворняга. Вот, поймали опасного рецидивиста. По ориентировочке. Мамулечка моя! Ну шо, Затёк, ты думал, я из одесских катакомб не выползу? Да? Я тебя сейчас схвачу за балабоны, и ты у меня будешь на банджо-джампинге прыгать. Всё, вы сонитесь! Саняйте мне! Это любовь! Субтитры сделал DimaTorzok